так и так здравствуйте дорогие друзья значит сегодня у нас наконец-то на здравие toyota highlander новая данный автомобиль у нас в 6 кто-то не по погоде оделся и ветер такой сильный значит сегодня у нас на тесте toyota highlander на данный момент нас двигатель v6 3.5 полный привод практически максимальная комплектация сегодня мы замерим динамику этого автомобиля посмотрим салон багажник я расскажу про техническую часть и естественно сделаем потом определенный вывод вот чтобы вам купить toyota highlander вот вообще вот чтоб у вас было название toyota highlander вам нужно 1 миллион семьсот шестьдесят рублей 760 тысяч рублей за эти деньги вы получите 2 и 7 передний привод вот ближайшая там нормально лишь нормальный автомобиль то есть с точки зрения полного привода с мощным двигателем миллион девятьсот сколько миллион девятьсот шестьдесят значит вот поэтому наш автомобиль естественно почти в топовой комплектации он стоит 2 миллиона сто тридцать восемь тысяч рублей ну что давайте значит с ну давайте сначала ладно с точки зрения вообще размеров да если сравнить этот автомобиль как большой кроссовер он сопоставим например с таким автомобилем как volkswagen touareg но то есть он длиннее и выше его но он чуть-чуть поуже а так машина выглядит действительно так значит для россии вот что то что нужно агрессия есть дизайн еще бы даже больше чем у предыдущего это здесь он стоит такой вот серебристый какие тут наклеечки да а если вот посмотрите вот черном на ксеноне тут на дисках на больших он просто будет пожиратель пространства и россияне его полюбит потому что в россии нигде как в других странах любят внешнюю агрессию вот давайте посмотрим технические моменты этого автомобиля тепло около капота очень тяжелый капот прям это самый тяжелый капот как которая когда-либо вообще поднимал своей жизни очень тяжелый значит чем toyota значит но вообще любима на рынке то они никогда не вводят каких-то новшеств резких до которые потом могут ломаться и недоумевание какие-то там у людей что проблема не будто меняет ну вот здесь все хорошо как бы ранее все самое лучшее как бы которая ранее зарекомендовала себя на предыдущих моделях они взяли предыдущий кроссовер посмотрели что у него какие были проблемы у него да вот и доработали его так в идеале да но предыдущем кроссовере у нас какая основная была проблема это вот пластике вам потом покажу да и он действительно очень много ел то есть машина неравная с небольшими возможностями с точки зрения проходимости благодаря там с весом и всем остальным его 19 литров вот поэтому долго не думая не просто поставили сюда ну по большому счету систему полного привода от rx то есть у нас теперь обычная муфта постоянный привод на передние колеса и по принуждению при пробокусовки на подключается задние вот с точки зрения подвески тоже макферсон вообще платформа как бы за основу очень много взят от rx от от лексуса задняя такая же подвеска многорычажная как на rx вот то есть за двигателю достаточно удачно не проблемно они его оставили то есть 249 лошадей теперь что большим плюсом стал вот и владель менеджер по салона говорят что вот именно одно из самых там решающих в приобретении стало то что действительно у автомобиля стало как бы 207 не 277 лошадей 249 лошадей вот она кстати под ногу под роскошь не попадает ну вот причем даже для экономных а я так понимаю что мощность осталась такая же вот сегодня динамику мы проверим действительно осталась мощность такая же или нет то есть по разгонам вот обычные 3 5 4 клапаном цилиндр в вт на фазовращателях то есть в зависимости от оборотов коленвала у нас шестерни вращает распредвалы меняет фазы и машина мотор получается такой эластичный без подхватов но он тянет в любых оборотах то есть фаза одна на валах одна на низах и на высоких фаза меняется вот и очень тихий мотор сам по себе все в принципе и шестиступенчатый автомат повелся взамен пятиступенчатого то есть и по трассе и по городу благодаря шести ступеням по трассе на 100 есть но стал меньше по трассе есть и по городу благодаря того что машина лишилась межосевого дифференциала и теперь она как в основном в городе полноприводная ой переднеприводная на где нужно в горку подняться да то есть там подключается задок вот но естественно минусом минус в том что если вы все-таки решили заняться охотой профессиональной рыбалкой купить для этого хайлендеров в глубоком сугробе грязи у вас муфта отключится и вы сядете вот ну а так в принципе шумоизоляция здесь есть по технике то есть по технике здесь нет нового они сюда поставили все то что хорошо зарекомендовала себя на предыдущих моделях то есть сказать что здесь что-то сломается но но на предыдущем ничего не ломалось а здесь просто они уменьшили расход они уменьшили траты покупателя то есть на расход топлива и на налоги вот и все и вот тут сейчас уже по статистике столько же сколько и правда скоро я как говорю хайлендер правда обгонит по продажам так ну что давайте сядем в салон и так значит что можно сказать по салону то давайте попробуем завести систему доступа бесключая естественно во всех комплектациях она доступна так вот так бы я сейчас отрегулирую естественно везде сиденье у нас на электроприводе баранка у нас регулируется вручную то есть вот так вот мы поедем пухлое колесо панель уходит дизайн туда вот как у всех вот toyota новый дизайн то есть она не закругляется она именно к нам идет сидеть достаточно удобно место есть над головой ну что давайте попробуем сесть сами за собой садимся назад естественно автобус прям реально автобус сзади очень много места место над головой просто ну не знаю ну да для этого класса мне кажется это такой хороший очень показатель место над головой есть сзади у нас за климат-контроль дополнительный подогрев задних сидений то есть в принципе очень комфортно для второго ряда сидений все сделано шторки у нас это с престижа начинаются шторки так ну кармашки в сиденьях что касается сидений здесь такая перфорированная кожа строчка вот ну наверно на стартовых кожа это с первая кожа или там а везде такая же на то есть кожа вот она одна такая курса на физи так как он в принципе вот понятно значит подлокотник есть но назад я не буду жариться потому что там я туда не помечусь а здесь прям можно так далеко проехать и хватает длины нижней подушки в принципе здесь достаточно удобно сзади так значит ну багажник значит у нас но вот кнопочка у нас мы это можем открыть заднее стекло чтобы например загрузить сумки или какие-то мелкие вещи вот и естественно в данной комплектации у нас используется автоматический подъем двери так скажем да то есть открывается машина у нас вообще по факту ну вот я за нет ничуть не захожу колоночку нас тут сабвуфер да интересно они придумали чтобы не занимать место вообще в багажнике они сабвуфер ставили вот сюда так но здесь естественно что у нас у нас есть третий ряд сидений здесь такая маленькая полочка для чего-то для чего для инструментов для всего остального запаску у нас снизу да вот зонты вот стакальники для третьего ряда сидений и вот таким образом мы можем их поставить на место то есть отодвинуть а ну вот ну взрослые люди здесь конечно не поместить я даже сейчас не буду пробовать туда залезть потому что бессмысленно это для детей и чтобы за естественно залезть нужно нам надо будет отодвинуть ну давайте пройдем под спинка да ну вот и отодвигаешь вот так вот видно да наверно а вот все прекрасно видно они не загиб туда не закидываются то есть но их можно снять да так просто от нечего делать вот остался дома один думаю дай-ка сниму сиденье на холлендере да так ну все и получается если мы закроем вот это сиденье да у нас получается прямой идеальный пол вот так вот в принципе что-то в этом роде но давайте ну вот у нас кнопочка закрывания приступим посмотрим как нас закрывается камера заднего вида если вы видите вот здесь вот ну все закрылось давайте посмотрим салон ну я уже говорил в обзоре что вот этот как на камере вот этот вот как бы типа имитация на самом деле это пластик такой но это не кожаная ставка вот этот мягкий пластик с имитацией строчки действительно смотрится хорошо и дорого по сравнению с предыдущим вот по дизайну да то есть у нас так на начало запахло так премиальным каким-то сегментом все в принципе я уже показывал основные кнопки нужно четыре стеклоподъемника естественно подогрев зеркал в центре у нас такие большие приборы монитор информационный дисплей бортового компьютера контроль мертвых зон открывание багажника подогрев руля подогрев зоны дворников на так так что у нас тут еще но на руле основные управления магнитолой то есть мы можем включить аудио же если боль вызвана спазма вот звук или имеется противопоказание громкость мы можем реагировать отсюда вот управление телефоном здесь у нас значит бортовой компьютер то есть мы вот можем посмотреть что у нас здесь происходит текущий расход 18 литров после сброса запас хода как бы ну здесь все понятно достаточно простые функции если мы в бок чуть-чуть уйдем да то есть это как бы у нас компас но мало ли что вдруг компас пригодится система система лд выключен так в центре у нас значит у нас привод медиа я говорил она у нас стала сенсорная то есть все понятно выключим пока сейчас еще музыку какой-то не то включится потом с ума садишь навигация подтвердить мы все так навигация чуть-чуть на это значение чего это но кнопки они такие мне не нравятся эти кнопки неудобно и вот понятно все вот есть старт и улица навигация работает значит далее раздельный климат-контроль сесть на распределение потоков тут все понятно . для телефонов вещей кстати очень удобная вещь ну естественно не так тут все перегружено как в prado здесь у нас отключение системы стабилизации снова это значит мы раньше переключаемся на полученную передачу реагирует на акселератора на работу автомата система спуска с горы спуска с горы у нас и вот это вот как бы типа блокировка дифференциал на это на самом деле просто замыкание муфты и она до 40 км в час вам даже при старте держится в полном режиме в подключенном режиме потом после 40 км она размыкается R это вот у нас камера заднего вида и вот видите руль у нас ходит нейтралка нейтралка естественно dd все просто и в отличие например от каких-то там dsg автомат ходит у нас по такой неровной прорези что принципе не глядя можно смотреть то есть взяли в спаркинга просто в d и все очень удобно в с вы никуда не попадете в с в ручной режим вы переходите вот сюда вот то есть селектор очень продуманным не очень здесь нравится то есть точки зрения удобности управления и подогрев сидений сюда а вот да а вот это просто о смотрите здесь просто принципе водительское место еще ну реально огромный просто подлокотник здесь вот такие какие-то вещи ну бардачок вот здесь он прям снизу если у вас как бы по ногам очень низко расположен бардачок но здесь вот этим продуманная полочка знаете машина для семейного человека который там со свора детей с женой ну вот куда-то едет то есть все здесь положить разложить то есть это американизированная такая тема там дети орут сзади сидим назад сзади то есть тут что-то ищешь навигаторы вот все вот чтоб все много чего положить и там отправиться в дальнюю дорогу все для этого сделано ящички всякие здесь кармашки вот сможешь там снять со своей стороны да джебель это премиум да как бы магнитолог считается премиальная система давайте закроем и что поедем наверно да итак значит специально для вас я сейчас обнулил расход топлива чтобы за время поездки посмотреть реальный расход топлива три человека в салоне едем с климатом сейчас у нас работает да кондиционерный отклад очень плавная машина могу сказать очень очень плавный руль очень плавная педаль газа очень плавно управление тягой ну очень плавность кстати осталась придурки у Хазангера тут тоже был достаточно плавный автомобиль что в принципе не характерно для кроссовера без рамы вот обычно они у нас зажатые здесь у нас очень американская такая американские палатки про острый руль сразу забываем то есть да машина очень видите да чуть даже немножко раскачивается на дорогах вальяжно очень мягко не торопливо мы передвигаемся по городу и сейчас опять мы встанем пробку конечно вот расход пока у нас тридцать девять литров это очень много но скорее всего она стояла да у нас то есть но в идеале вот мы сейчас поездим спокойно какой у нас ожидается ну 15 14 15 предыдущий жрал ну вот смогу сказать да ну все округали всегда до 20 вот с точки зрения значит обзора габаритов в принципе боковых зеркал нас хватает а значит подстамповки есть легкие на капоте но крайней точки мы все равно не видим мы увидим вот эту вот штамповку центральную крайних точек капота мы не видим но если хотя если даже подняться по высшему не будем видеть вот но слава богу у нас здесь есть парктроники по шумоизоляции конечно же не видно естественно мотору мы за 2 миллиона когда человек платит за машину он вообще должен забыть что такое шум двигателя вообще то есть даже если это ну дизель допускается еще да так ничего не слышно машина как бы нас отодвигает то есть от управления спокойно толстый такой пухлый руль вот я сел за руль то есть моментально чувствую но чувствуется ширина ширина подчеркивается автомобиля и вот это вот такой таким продольным дизайном панели то есть она не закругляется вокруг нас она как бы такая подольная интересно вот и естественно опять у нас пробки в чубаксарах как это звучит да так у нас обнаружен полицейский радар где-то у нас есть датчик света включил здесь это диоды не ксеном ходовой огонь как бы да типа вот а что касается как бы вот каждодневного у нас рука всегда будет ложиться на этот подлокотник очень удобно как на троне но место за рулем хватает с точки зрения высоты посадки естественно мы выше чем 80 процентов потока несмотря на то что это самый низкий большой так скажем а это единственный большой кроссовер от тойота остальным у нас является внедорожниками вот но выше чем в рафе мне кажется да в любом случае выше чем в тойоте ой в тойоте сузуки гранд витаро мне нравится сейчас могу сказать что есть если вы не фанаты каких-то спортивных повадок чтобы чувствовать автомобиль да там чувствовать рык мотора задорную управляемость даже вот я могу сразу сказать если мы сейчас даже вот странно я не очень хорошо запомнился туарек вот я в начале теста говорят о том что но для меня все-таки это основной там конкурент для этого автомобиля туарек то совершенно два разных автомобиля с точки зрения повадки управляемость этот более плавный спокойный туарек он совершенно другой в туареке создается чувство что ты сидишь в бизнес-седание там е-класса да то есть он обволакивает тебя целиком и заставляет средоточиться а этот спокойный вот прям повадки такого у него спокойного автомобиля это нельзя не назвать недостоинством туарега не минусом хайлендера это на свою категорию людей здесь все-таки больше для спокойных водителей хотя динамика вот мы сейчас замерим надо будет троисложек повесить потом вот сейчас мы прекрасно видим мы поехали по плохой дороге подвеска хорошо отработала и здесь вот корни лексуса дают о себе взять как бы дают о себе знать вот поэтому плавность сохранилась плавность сохранилась чем можно использовать дорогой кроссовер на мой взгляд такой со средней управляемостью это жесткая подвеска здесь так это давление какое мне кажется опять перекачиваем все тестовые автомобили не всегда к давлению но мелкие неровности в любом случае конечно но по-моему чувствует так как у нас несущий код так у нас опять идет рот сейчас повесим так плавно медленно мы едем в потоке абсолютно никакого желания как-то вот уйти с полным дросселем с открытым дросселем туда между машинами сейчас попробуем расход у нас у нас упал уже до 18,7 аудио выключено сейчас мы выйдем на прямую посмотрим динамику полную конечно мы в городе проверять не будем что на что он способен для этого у нас есть отдельная короткая прямая чтобы замерить разгон до 100 вот а сейчас а сейчас мы попробуем ну плавно да машина так как корабль она про неровности проглатывает вот так вот ну педаль тормоза не чувствительная нельзя сказать что здесь тормоза прям просто шикарные то есть к ней нужно привыкать ну плавненько машиной едет разгон то есть я не надавлю ну чувствуется что очень эластичный двигатель благодаря фазовращателям о которых я вам уже рассказывал в начале теста вот прямую 100 км в час вот мы едем можно усынуть за рулем да то есть очень спокойно не напрягает полторы тысячи оборотов всего смотрите ну не полторы тысячи шестьсот всего вот по трассе он будет есть литров наверное 9 наверное да с такой скоростью то есть действительно короткая очень длинная и благодаря шести ступеням мы можем обороты на высшей передаче как-то немножко опустить для меньшего расхода ну я бы в идеале чуть пониже допустил еще сиденье но так как штатив уже настроен чуть еле заметные крены в портах характерно очень для американских автомобилей спокойненько шестнадцать у нас уже расход причем вот восемьдесят девяносто сто а здесь круиз-контроль есть да но это нужно на этом автомобиле потому что вот так вот включил там скорость еще бы она сама рулила и можно на задний ряд сидений спать пойти а так действительно ну просто этим автомобиль для тех вот ну вот девушка например научилась ездить на какой-нибудь там ладе или она сядет и ей будет все просто единственное конечно больше есть ширина этого автомобиля вот но так очень расслабляет расслабляет хочется спокойную музыку включить у нас кондиционер включить на кондиционер включить ну то есть вот мы реальный расход сейчас покажем с как бы полной загрузкой автомобиля то есть у нас камера 3 человека если бы мы ехали сейчас как бы один водитель пассажир даже без пассажиров с выключенным кондиционером у нас бы за 15 точно у нас уже все время ну вот как с Prado конечно если сравнивать это достаточно такой более комфортный городской автомобиль тут и кажется в салоне больше места и более удобная посадка кренов здесь меньше ну относительно здесь кренов конечно больше и он плавнее чем Туарег но все таки если сравнивать с мне кажется очень большой ход руля только то есть как на грузовике вот вот достаточно большая колесная база для данного хотя для большого кроссовера ну вот 100 переключение передач произошло и у нас опять упала передача вот шестая передача сейчас у нас мы прекрасно видим 16 уже расход едем по отвратительной дороге на данный момент мелкие неровности естественно мы чувствуем так как повторюсь это неравный автомобиль но благодаря колесной базе вот на таких резких перепадах машина не кидает да если машина мы сейчас ездим на каком-то кроссовере там компакт кроссовере типа там антара то автомобиль у нас сейчас как-то вот повторял про дороги и вот раскачивался здесь нет машина благодаря базе в принципе спокойно чувствует неровности то есть ну можно сказать что машина для российских дорог да то есть и напрягают неровности крупные которые там ударами у нас в кузов переходят что у нас так подходит везде ротари стоит вот ну вот крен конечно да машина кренится в поворотах мотор ускоряется плавно без подхвата очень длинные передачи быстро даже на высоких оборотах мы где-то слышим там внизу двигаться ну честно вот кардинальных каких-то изменений на ходу по сравнению с предыдущим ну кроме того что здесь расход топлива меньше ну это видно да даже мы сейчас ускорились резко он возрос тут тоже такой же был плавный да но расход да факт коробка тут другая да тоже факт что ли кардинально то есть тут тоже бумягок то есть хайлендом ну естественно по салону это как небо и земля как машина классно выше итак ну что давайте попробуем динамику замерить у автомобиля о 15.7 у нас смотрите расход упал вот 15.7 ну чё а вот у нас машина поймала щас попробуем квотер даже замерить что ж предлагаю всем взяться пристегнуться через минуту мы начинаем взлет на нашем боинге сейчас мы почувствуем пушечное ускорение но секунд 9 если проедет там 8.7 заявлено да 8.9 но 9 могу сказать 9.3 наверное надо проедет сейчас 9.3 но nexium мы уже не догоним наверное ну пока нет никого сейчас мы безопасность тут вот дорога еще не сдана вот поэтому ездит камазом и наша полоса спокойная ну что давайте попробуем правненько у нас плавненько тронулось давай 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 блин она рано переключает можно было 6.5 тянули стоп сто шестьдесят один вот шестнадцать один ну неплохой квотер для кроссовера шестнадцать один у нас в Octavia так не ездили шестнадцать один 8.5 да 8.5 хо-хо-хо-хо-хо ну вот понимаете я же говорил что мотор тот же самый остался но это не просто для российского рынка ну то есть сказали чтоб налог но она едет быстрее чем заводские показатели 8.5 с тремя людьми они знаешь как предыдущий мне кажется должен был ехать 8.5 правильно такой же крутящий момент такой же все осталось да да все такое же просто для налогов они снизили а ради приличия динамику заводских характеристик ну у нас же как-то чуть завысили чуть завысили но 8.5 машина проехала как бы тут все понятно в принципе тот же мотор как я это как так я так и знал что тот же мотор он чувствовал им смысл так значит мы проехались я хотел сравнить сделать сравнительный тест драйв там не получилось договориться между тойотой и товарег ну тут даже договариваться тут понятно этот автомобиль он прям семьянин такой не агрессор плавная управляемость крены есть да то есть ну американская машина такая большая то есть это не европейские даже настройки очень плавная мягкая подвеска три ряда сидений огромный салон то есть вот это вот эта машина для семейного человека такого не холостяка да потому что холостяк такую огромную массу с собой возить не будет а товарег он больше он более четкий руль там больше преобладание такого седана да там то есть вокруг водителя здесь это машина которая как бы спокойная комфортная надежная даже да то есть вы не будете думать что там у меня там застучало то есть это автомобиль такой ну для семьи мне кажется этот автомобиль идеален динамику как я уже говорил что машина проехала быстрее чем свои заводские показатели поэтому на мой взгляд мотор такой же здесь 277 лошадей просто оставили просто для налогов как-то снизили ставку то есть 249 на самом деле такая же мощность как у предыдущего не надо думать что он хуже едет даже в принципе для семьи подойдет даже и 2.7 на автомате передний привод нормально то есть подведем итоги мягкий плавный не драйверский но динамика есть у автомобиля если надо что-то там кого-то там что-то какие-то споры на стафоре он в принципе может поэтому ну мне машина понравилась то есть с точки зрения потребительских качеств то есть я бы себе конечно халендер не купил но с точки зрения вот найти своего клиента поверьте продажи у этой машины всегда будут и клиент у этого автомобиля всегда будет находиться как в принципе у тойоты по всей России все спасибо вам большое за внимание на этой неделе больше видео пока не будет потому что немножко не успеваю следующее у нас видео про бмв 1м то есть тест драйвы спасибо ставьте лайки до свидания